Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Роман Юрьевич Болдырев. Я кандидат исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, победитель Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». Сегодня мы начнем с вами разговор об истории Архангельского Севера в XIX – начале XX веков. Что же это за столетие было в истории нашего государства, которое нынешнее поколение профессиональных историков называет «долгим XIX веком», имея в виду не календарный период, а исторический период времени, охватывающий историю нашей страны с 1801 по 1914 год. Академик Юрий Поляков так охарактеризовал этот период в истории нашего государства. «19-е столетие – это целый океан событий, явлений, перемен, сдвигов. Перед историком – замечательное богатство, многообразие кардинальной важности событий, идей, свершений, бурные раски нового, цепкие остатки старого, переплетение старого в новом и нового в старом». Исходя из этой цитаты, мы видим с вами, что столетие оказалось очень противоречивым в истории нашего государства. Наряду с несомненными устремлениями к модернизации в самых разных сферах общественной жизни – в экономике, в политике, в социальных отношениях, в культуре – старый порядок, старый режим цепко еще держал в своих оковах Россию. И нашей главной задачей будет с вами разобраться с вопросом, какие новые явления появились на Архангельском Севере в XIX веке, как события, происходившие в этот период времени в нашей стране, сказались на развитии нашего региона, какие из них являлись наиболее значимы и почему. Итак, мы будем говорить с вами об Архангельском Севере в 1801-1855 годах. Этот период времени охватывает период правления сразу двух российских императоров – Александра I и Николая I. Мы выясним с вами, какую роль сыграл Архангельский Север в первой половине XIX века, как он повлиял на историю всего нашего государства, и как история нашего государства преломилась на истории нашего региона. В центре нашего внимания окажутся следующие вопросы. Мы рассмотрим с вами развитие Севера в эпоху наполеоновских войн. Будем говорить о развитии кораблестроения и мореплавания на Севере. Просмотрим, как отразилось на развитии Севера правление императора Николая I. Ну и в заключении сегодняшнего рассказа мы будем говорить о героической странице в истории Севера, о том, как он оборонялся от английских и французских войск в период Крымской войны. Но начнем мы с вами с эпохи наполеоновских войн. Наполеоновские войны – это огромный и важнейший промежуток истории не только России, но и без сомнения истории всего человечества. С 1804 по 1814 год вся Европа и весь мир находились в диком напряжении. Это был период практически непрерывных войн, которые вели войска антифранцузских коалиций против французского государства во главе с императором французов Наполеоном I. Мы помним с вами из курса отечественной истории, что в 1807 году русские войска потерпели серьезное поражение от наполеоновской великой армии в сражении при Фридланде, и Александр I был вынужден пойти на подписание Тильзитского мира. По итогам Тильзитского мира Россия не понесла никаких территориальных потерь. Досталось больше нашему союзнику Пруссии, территория которого уменьшилась в размерах в два раза. Но самым серьезным последствием для России стала необходимость присоединиться к континентальной блокаде Англии, объявленной Наполеоном Бонапартом еще в ноябре 1806 года. Это означало, что Россия должна была разорвать все торговые отношения, которые связывали ее с Великобританией. На разрыв торговых отношений Англия ответила нам серией враждебных действий, осуществлявшихся в первую очередь на территории Крайнего Севера. Английские военные корабли были направлены в Баренцево и Белое моря и начали совершать разбойные нападения на Мурманское побережье. В 1809 году они захватили и разрушили колу, парализовали всю торгово-промышленную жизнь на территории нашего края, который в значительной степени зависел от рыбных промыслов, от промыслов морского зверя и от каббатажной торговли, которая необходима была для снабжения населения Кольского полуострова, для снабжения населения Беломорской части Карелии хлебом, которое выменивалось на рыбу. Подверглось нападению и Беломорское побережье. Английские корабли грабили и разорили города Кемь и Сумской городок. На фоне вот этих безрадостных событий, полной практически парализации экономической торговой жизни нашего края, один небольшой инцидент приобрел поистине общероссийское звучание. В августе 1810 года английским фрегатом была захвачена русская лодья, называвшаяся Евплус-2. Она шла из Архангельска в Норвегию с грузом ржи и была перехвачена неприятелем в открытом море. Англичане высадили на борту лодье часть своего экипажа, взяли команду в плен, перехватили управление судном на себя и попытались соединить его с помощью каната с фрегатом и на буксире везти его в один из английских портов. Но на море разразилась серьезная буря. Везти корабль небольшую лодью на буксире было очень опасно, поэтому, посовещавшись между собой, англичане решили перерезать канат, надеясь на то, что их матросы и руководившие им офицеры, оставшиеся на борту лодье, они смогут выполнить поставленный английским командованием приказ до конца и довести эту лодью, являвшуюся военным призом в той ситуации, до английского берега. Но вот этой ситуацией решили воспользоваться члены русского экипажа во главе с кормщиком Матвеем Андреевичем Герасимовым. Им удалось устранить часового и перехватить управление лодьей на себя. И теперь же английский офицер и английские матросы, находившиеся на борту этой лодьи, оказались в плену у отважных русских промышленников. Прямым курсом Матвей Андреевич привел лодью в норвежский порт Вардио к огромному изумлению находившихся там местных датских чиновников, после чего доставил груз по назначению. И вот известие об этом удачном эпизоде прогремело во всех российских газетах 1810 года. Государь-император отметил Матвея Андреевича Герасимова правительственной наградой, а известный русский писатель Бестужев Марлинский посвятил ему свою повесть под названием «Мореход Никитин». Пример Матвея Андреевича, который не сдался врагу, который смог перехватить управление на себя, в отличие, например, от русской эскадры Балтийского флота, которая была захвачена в плен англичанами в городе Лиссабоне в 1809 году, является достойным примером для подражания. И он смог поднять боевой дух русского населения накануне войны 1812 года. И все-таки участие России в континентальной блокаде пагубно сказывалось на Архангельске. Дело в том, что именно через этот порт в Англию вывозились очень многие товары русского экспорта, такие как лен, щетина, кожи, сало, лес. Через Архангельск в Россию ввозили колониальные товары, которые, разумеется, в нашем климате не вырастают и не производятся. Через Архангельск завозили сахар, фрукты, вино, табак. Теперь все эти важные торговые связи оказались нарушенными. Франция же такие необходимые нам товары в нужном количестве не поставляла. Такой же выход был найден из этой ситуации. Вопреки континентальной блокаде, торговля в Архангельском порту постепенно начала набирать свои обороты. Почему? Отдаленность от столицы затрудняла контроль за соблюдением блокады со стороны французских чиновников и французских инспекторов. Они могли бдительно наблюдать за входом в Балтийское море, потому что Дания являлась союзницей Франции. Могли обыскивать корабли, которые проходили через датские проливы Большой и Малый Бельт, в поисках английской контрабанды. А вот Архангельск, находившийся далеко на севере, был вне пределов их досягаемости. Поэтому английские товары начали доставлять в Архангельск на судах, идущих под нейтральным американским флагом. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки официально не участвовали ни в каких войнах в начале XIX века. Они не присоединялись к континентальной блокаде, объявленной Наполеоном, поэтому могли торговать с кем угодно. В результате значение Архангельска для внешней торговли России резко возросло. И порт, который до начала XIX века занимал лишь третье место по объему торгового оборота между всеми российскими портами, уступая Санкт-Петербургу и Риге, фактически оказался единственным открытым портом страны в 1810-1812 году. Мы должны вспомнить с вами одно замечательное имя. Вильгельм Брант, немецкий предприниматель, родившийся в Англии, но в начале XIX века переселившийся в Архангельск и принявший русское подданство. Так вот, фирма Бранта, специализировавшаяся на торговле колониальными товарами, стремительно превратилась в одно из крупнейших российских предприятий. К 1812 году Брант стал первым из архангельских купцов, достигший оборотного капитала в 1 миллион рублей. И в подчинении у Бранта находились десятки торговых судов, которые сновали по Атлантическому океану вплоть до побережья Латинской Америки. Фирма преуспевала настолько, что на набережной Северной Двины, как мы видим на вот этой старинной акварели, было выстроено огромное здание в стиле классицизма, здание сахарного завода. На нем перерабатывали сахар-средц, тростниковый сахар, поступавший в Архангельск из Латинской Америки. И дальше уже в виде сахарных голов этот сахар рассылался по территории Российской империи во все крупные города и на все крупные ярмарки. В 1810 году Архангельский порт принял у себя уже 147 судов, а в 1811 году, в предвоенном году, уже 263 иностранных торговых судна. Понятно, что такой всплеск торговли на Севере был связан с экстремальной ситуацией, когда вот Россия, как я уже вам сказал, была задействована в континентальной блокаде Англии. Затем, когда Россия официально вступит в войну с Наполеоном в 1812 году, то станет возможна торговля и через другие порты, потому что условия континентальной блокады уже не будут на территорию нашего государства распространяться. И вот в июне 1812 года войска Великой Наполеоновской армии пересекают государственную границу Российской империи. Начинается Отечественная война 1812 года. В связи с началом войны Архангельская губерния оказалась в глубоком тылу у действующей российской армии. И тем не менее, жители нашей губернии собрали свыше 110 тысяч рублей пожертвований, которые необходимы были для снабжения нашей армии. В армию было направлено около 400 ополченцев и 3400 рекрутов. Почему такое небольшое количество ополченцев было собрано на территории губернии? Не потому, что патриотизмом северяне отличались меньше, чем уроженцы центральной России. Это объяснялось, опять же, глубоким тыловым расположением губернии. Слишком далеко до театра военных действий пешим порядком было отправлять ополченцев. Поэтому из Санкт-Петербурга пришло распоряжение остановить призыв ополченцев на военную службу. И поэтому на цифре 400 человек количество ополченцев у нас на территории губернии замерло. Кроме того, военный порт направил 8 боевых кораблей, которые в составе смешанной англо-российской эскадры принимали участие теперь уже в блокаде побережья Франции. В связи с тем, что Россия вступила в войну против Наполеона, континентальная блокада начала действовать в обратном направлении. Теперь уже английский и русский военно-морской флот блокировали всю морскую торговлю Франции. С осени 1812 и вплоть до 1814 года в Архангельске находилось более одной тысячи пленных. Причем следует вспомнить, что в состав Великой Армии входили не только французские воинские контингенты. Это была армия, как тогда говорили, двунадесяти языцей. То есть 12 наций европейских принимали участие в войне против России. И в плен к нам попадали, соответственно, не только французы, но и немцы, поляки, голландцы, испанцы и даже португальцы. И теперь представители этих наций, наверное, впервые в своей жизни, но и уж точно впервые в архангельской истории, оказались в нашем суровом северном крае. Чем занимались военнопленные, расположенные на территории нашей губернии? Они выполняли работы в архангельском порту, трудились на верфях архангельского адмиралтейства в Соломболе. Кроме того, в начале XIX века активно проводились работы градостроительного направления. Архангельск начинал застраиваться по регулярному плану. Необходимо было спрямить городские улицы и проспекты. Необходимо было прорыть осушительные каналы для того, чтобы отвезти лишние грунтовые воды от центра города, чтобы избежать подтопления территории. А Архангельск со всех сторон окружен болотами. Так вот, в строительстве подобных канав принимали участие военнопленные. В 1819 году Архангельск посетил государь-император Александр I. Он оказался вторым высшим лицом нашего государства после Петра I, посетившим Архангельск. Мы помним с вами, что Петр Алексеевич трижды посещал Архангельск в 1693, 1694 и в 1702 году. Затем последовал перерыв длиной более 100 лет. И вот в 1819 году Александр I оказался вторым императором, посетившим наш край. Помимо Архангельска, император побывал в Холмогорах и в Антониево-Сийском монастыре, принял участие в спуске на воду сразу двух военных кораблей в Архангельском Адмиралтействе и осмотрел, красую гордость северного края, Новодвинскую крепость, которая надежно защищала устье Северной Двины, начиная с 1701 года, когда у ее стен состоялось первое и последнее в истории крепости сражение. Крепость окончательно была достроена к 1705 году, ну и в условиях наполеоновских войн снова была проведена военное положение. Так вот император осмотрел Новодвинскую крепость, убедился в том, что все в полном порядке. Жители края восторженно встретили императора. В благодарность за щедрый и радушный прием государь совершил неслыханную милость по отношению к северянам. Мещане и купцы Архангельска в благодарность от императора были на 20 лет освобождены от всех платежей в казну. Понятно, что о такой милости освобождение от всех платежей в казну, от всех налогов и податей северяне до этого могли бы только мечтать. В первой половине XIX века продолжается деятельность Архангельского Адмиралтейства, которое в этот период времени стало крупнейшим судостроительным предприятием всей России. На территории Адмиралтейства теперь могли строиться суда абсолютно всех типов, от самых мелких до линейных кораблей. В чем было преимущество работы Архангельского Адмиралтейства? В чем были его превосходства над теми же самыми судоверфями Балтийского региона? В том, что здесь, при строительстве кораблей, использовали лиственницу, которая практически не подвержена гниению. При попадании в воду лиственница приобретает прочность камня. И это обеспечивало более продолжительный срок службы судов, в отличие от тех, что строились на верфях Черного моря или Балтийского моря. В Архангельске в этот период времени строят военные суда, которые отличаются прекрасными мореходными качествами, отменной скоростью и огневой мощью. Многие из проектов архангельских фрегатов и линейных кораблей оказались настолько удачными, что чертежи этих судов были затребованы в Санкт-Петербург и разосланы в качестве образцов верфи Черного и Балтийского моря для того, чтобы по архангельским чертежам, по архангельским проектам строить аналогичные боевые корабли и для других российских флотов. В 1840 году капитаном над архангельским портом был назначен Павел Федорович Кузьмищев. Он будет пребывать на этой должности 10 лет и очень многое сделает для устройства адмиралтейства. Ну, во-первых, он добился поставки на судоверфь высококачественной древесины. Это, опять же, было очень важно для того, чтобы повысить прочность корпуса судна, для того, чтобы удлинить сроки возможной эксплуатации корабля. Он впервые приказал установить громадводы на строящиеся корабли, заботился также и об улучшении благосостояния судостроителей. На этом слайде мы видим с вами план адмиралтейства, нарисованный в 1831 году. Дело в том, что вокруг самого адмиралтейства была построена целая слобода. Мы видим жилые районы, в которых жили работники судоверфи. Там же размещались и экипажи для будущих строящихся судов. Мы видим с вами пять эллингов, которые позволяли одновременно строить сразу пять боевых кораблей. Немало сил было потрачено на то, чтобы, опять же, убрать лишнюю влагу с территории Соломболы. Остров постоянно подвергался наводнениям в весенний период. И необходим был наплавной мост, который был переброшен через Двинскую протоку Кузнечиха, для того, чтобы связать соломбальское селение с самим городом Архангельском. До этого коммуникация между островом Соломбола и правым берегом Северной Двины, где располагался город Архангельск, была возможна только водным транспортом. Вот что написал об Архангельском адмиралтействе в своих воспоминаниях Федор Петрович Литке. Каким он застал Архангельское адмиралтейство в 1826 году. Ныне строятся 74-пушечные линейные корабли, 44- и 36-пушечные фрегаты и 24-пушечные корветы. Все суда, как парусные, так и грибные, строятся здесь из лиственничного леса. В прежние времена лиственничных лесов по берегам Двины и впадающим в нее пинниги, вычигде, было такое изобилие, что заготовка и доставка их к порту производились без всякого затруднения. От ежегодных и не весьма хозяйственных вырубок, однако же, становилось их год от году менее, и уже более 20 лет на этих трех главных реках большемерных лиственничных лесов совсем нет. Теперь находят еще хорошие деревья кое-где в верховьях малых речек, впадающих в Вычигду и Вымь, но главная заготовка производится вся на реке Мизени в Яринском и Мизенском уездах. Всего от места заготовки до порта около 2000 верст. Этим путем редко удается доставить лес к порту в одно лето, хотя это и возможно, когда реки вскроются рано и в пути не повстречается никаких остановок. В сосновых лесах до сих пор недостатка нет и по рекам вдвину текущим, как-то по Вычигде, Сухане, Югу, Лузе и прочим. Мачтовые леса доставляются сюда все из-за волоков. Большая их часть рубится на реках Шихри, Кяннинге, Мячеге, Выноше, принадлежащих к Волжской системе, с которых перетаскиваются людьми от 30 до 70 верст на реку Кундагу, впадающую в юг. Дубовый лес, которого в Архангельске употребляется весьма мало, заготавливается на реке Волги, откуда везется берегом около 400 верст на реку Юг, по которой уже спускается вдвину. То есть мы видим, что за почти 150 лет работы Архангельское адмиралтейство практически полностью выбрало все лиственничные леса, находившиеся на территории Архангельского севера. Почти до самого истока реки, как мы видим из отчета Федора Петровича Литке, весь лес лиственничный, пригодный для кораблестроения, уже был израсходован. И в итоге пришлось обратиться к лесам, которые росли вдоль соседних северных рек, в частности вдоль реки Вым и вдоль реки Мизень. А значительная часть леса вообще теперь заготавливалась в Волжско-Камском бассейне и волоком доставлялась в бассейн Северной Двины. Понятно, что все это приводило к удорожанию строительства кораблей, к увеличению сроков строительства. Ну и о чем даже помыслить не могли корабелы начала XIX века, вырубка северных лесов вела к неуклонному обмелению рек. Представления об экологии, об экологической системе в первой половине XIX века, разумеется, у россиян никакого не было. И получалось, что Архангельское Адмиралтейство неуклонно подпиливало тот сук, на котором само сидело, потому что обмеление реки грозило полной остановкой работы Адмиралтейства. Станет невозможно не только сплавлять, транспортировать лес от истоков Северной Двины к Архангельску, но станет и невозможно вывести корабль со стапеля на открытую воду. Но эта трагическая страница в истории нашего Адмиралтейства наступит только во второй половине XIX века. Пока же Федор Петрович эмпирическим путем констатировал лишь начальные трудности, связанные с длительной работой Адмиралтейства. Самым известным из построенных в Соломболе кораблей стал 74-пушечный линейный корабль «Азов», спущенных со стапелей в Соломболе, в 1826 году. Уже на следующий же год в Наваринском морском сражении «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Петровича Лазарева уничтожил шесть турецких и египетских кораблей, в том числе два флагманских корабля, за что впервые в истории России был награжден георгиевским кормовым флагом и вымпелом. Руководил строительством прославленного корабля выдающийся корабельный мастер, северянин Андрей Михайлович Курочкин. История донесла до нас имена трех выдающихся корабельных мастеров, работавших в Соломболе на верфях Архангельского Адмиралтейства в первой половине XIX века. Первый из них это Андрей Михайлович Курочкин, годы жизни 1770-1842 год. Его скульптурный портрет красуется на набережной Северной Двины возле здания Северного морского музея. Это кораблестроитель, создатель многопушечных линейных кораблей, изобретатель многих технических обновшеств, впервые внедренных в практику отечественного кораблестроения. Генерал-майор по Адмиралтейству. Это, пожалуй, высший воинский ранг, которого можно было получить известному отечественному судостроителю. За годы своей службы в Архангельском Адмиралтействе он построил 87 судов. Среди них был уже упомянутый линейный корабль «Азов». Экспедиционные суда, БРИК «Новая земля», фрегат «Крейсер», а также первое на Севере паровое судно, 60-сильный колесный пароход «Легкий», который был спущен на воду в 1825 году. Учеником и преемником Андрея Михайловича на посту главного корабельного строителя и мастера стал Василий Артемьевич Ершов. Это русский кораблестроитель, корабельный мастер, член кораблестроительного учетного комитета, генерал-лейтенант корпуса корабельных инженеров. В связи с развитием судостроения в Архангельске по просьбе Курочкина в 1824 году он был откомандирован из Санкт-Петербурга на нашу северную верфь. Построил более 60 судов различного класса и ранга, среди которых был и линейный корабль «Азов», который он строил под руководством своего наставника Андрея Михайловича Курочкина. В 1842 году он получил назначение в Кронштадт и сдал обязанности управляющего Соломбальским портом другому выдающемуся кораблестроителю Федору Тимофеевичу Загуляеву. Так вот, Федор Тимофеевич проработал на Соломбальской верфи 54 года. За это время он построил более 60 судов различного ранга. В тревожные годы Крымской войны 1853-1856 годов, когда северяне оказались абсолютно беспомощными перед угрозой нападения англо-французской соединенной эскадры, по чертежам Федора Тимофеевича, в кратчайшие сроки было построено 34 канонерских лодки, которые надежно закрыли устья Северной Двины от нападения неприятеля. Он предложил также множество технических нововведений в конструкцию парусных и паровых кораблей. Большой вклад в географические исследования на Севере внес выдающийся мореплаватель и ученый Федор Петрович Литке. В 1821-1824 годах, в те годы, будучи еще молодым флотским лейтенантом, он возглавил экспедиции к Новой Земле. На бриге «Новая Земля», построенном на верфях Архангельского адмиралтейства, он совершил четыре выхода в Баренцево море и исследовал западное побережье Архипелага, а также часть акватории Белого и Баренцево морей. Мы видим с вами на карте маршруты плаваний Федора Петровича Литке. Фактически все западное побережье Северного острова Новой Земли, которое до толи оставалось неизученным, не картографированным, было впервые нанесено на географическую карту именно экспедиции Федора Петровича Литке. Другим известным исследователем Арктики в этот период времени является Михаил Фраенцевич Рейнеке. В 1826 году он возглавил экспедицию к берегам Кольского полуострова, а в 1827-1832 годах в ходе так называемых беломорских экспедиций он провел гидрографическое описание Белого моря, провел огромное количество океанографических измерений, метеорологические наблюдения, другие важные виды работ. Итогом деятельности Михаила Францевича у нас здесь на севере стала составленная им карта Белого моря. Она оказалась настолько совершенной, что она использовалась последующими поколениями мореходов вплоть до середины 20 века. Обратим опять же внимание на нашу карту. Мы видим с вами, что начиная от границы с Норвегией все побережье Кольского полуострова, дальше все побережье Кандалакшского залива, Онежская губа, Двинская губа, Горло Белого моря, Мезенская губа и дальше весь полуостров Канен-Нос, вот они были положены на географическую карту, получили точные, выверенные с научной точностью очертания благодаря экспедициям Михаила Францевича Рейнеке. Мы не можем с вами не вспомнить имена еще двух отважных исследователей севера, которые сложили свою голову при изучении северных морей. Первый из них это Петр Кузьмич Пахтусов. Годы жизни 1800-1835. Это географ, полярный исследователь, гидрограф, который окончил Кронштадтское штурманское училище и получил направление в гидрографический отряд в Архангельске. В 1832-1833 годах он возглавлял экспедицию, исследовавшую терра инкогнито, практически неизученное до Толи восточное побережье южного острова Новой Земли. В 1834-1835 годах он руководил второй экспедицией, по итогам которой составил описание теперь уже всего восточного побережья северного острова Новой Земли. Это было очень важно для мировой географической науки. Дело в том, что до Толи последним, кто побывал на восточном побережье Новой Земли, была экспедиция Вильяма Баренца в конце XVI века. И то она дошла лишь до ледяной гавани, на чем, собственно говоря, экспедиционная деятельность Баренца и закончилась. Благодаря Петру Кузьмичу было картографировано теперь уже все побережье Новой Земли. Однако по возвращении из второй экспедиции он серьезно простудился и по прибытии в Архангельск умер. Похоронен на Соломбальском кладбище в Архангельске. Второй исследователь – это Август Карлович Цивалько. Годы жизни 1810-1839. Родился он в Варшаве. С детства интересовался мореплаванием и путешествиями. Учился в первом штурманском полуэкипаже морского корпуса в Санкт-Петербурге. В 1834-1835 годах он участвовал в экспедиции Пахтусова на Новую Землю, а в 1837 году – в экспедиции академика Бера к Новой Земле. В 1838-1839 годах он руководил уже собственной новоземельской экспедицией, которая отправилась к побережью этого архипелага на шхунах Новая Земля и Шпицберген. Однако во время зимовки на Новой Земле он умер от цинги. Мы видим с вами на этом слайде памятник Петру Кузьмичу Пахтусову, поставленный в Кронштадте перед зданием того самого штурманского училища, которое он в свое время окончил. И мы видим в руках у Петра Кузьмича карта Новой Земли, которая была составлена по итогам его экспедиции. Имена обоих отважных мореходов и исследователей Арктики – Пахтусова и Цивалька – увековечены в географических названиях на карте Арктики. И вот мы вступаем в эпоху правления императора Николая I. В этот период времени заметно активизировалось экономическое развитие Севера. В Архангельске еще с конца XVI века устраивалась традиционная ярмарка, которая со временем стала крупнейшей ярмаркой края. Ярмарка эта была международной. В ней участвовали иностранные купцы, приезжавшие в Архангельск из Англии, Голландии, различных германских государств. Но для жителей Севера необходима была и собственная внутренняя ярмарка, которая могла бы обеспечить их необходимыми продуктами. И вот в 1844 году была официально учреждена ежегодная осенняя ярмарка, получившая название «Маргаритинской» в честь жены архангельского военного губернатора той поры Маркиза де Траверсе. Его вторую жену как раз звали Маргаритой. Продолжалась эта ярмарка с 1 сентября по 1 октября и проводилась ежегодно. Основным предметом торговли на ярмарке была рыба. Одновременно Маргаритинская ярмарка являлась и главным хлебным рынком региона, поскольку Архангельская губерния нуждалась в привозном хлебе. Характерной чертой этой ярмарки стала торговля, которой вели русские поморы, жители прибрежных властей Архангельского, Онежского уездов, а также Кемского и Кольского уездов Архангельской губернии. Дело в том, что они пользовались от государства целым рядом льгот. В частности, они могли беспошлино вывозить из Архангельска хлеб и привозить сюда соленую рыбу, как собственного улова, так и норвежского улова. Начиная с марта, поморы отправлялись на свои становища, располагавшиеся вдоль побережья Кольского полуострова. Там занимались рыбным промыслом, а к началу осени вместе с уловом прибывали на своих судах в Архангельск. Здесь они обменивали засоленную рыбу на необходимый им хлеб, после чего возвращались с закупленными товарами обратно в родные деревни. Мы уже привыкли с вами, что сегодня понятие «поморье» используется в качестве синонима для названия всей территории Архангельской области. Однако, с исторической точки зрения, это сопоставление все-таки некорректно. Дело в том, что поморским краем, а так официально территория именовалась в деловой переписке, в государственных документах, именовалась не вся территория Архангельской губернии, а только определенная ее часть. Это прибрежная часть Архангельского уезда, Онежского уезда и целиком и полностью Кемский уезд и Кольский уезд. У меня на карте они выделены синим цветом. То есть все-таки поморье – это не вся территория Архангельской области, а если быть еще точнее, и не только Архангельской области, но это еще и вся Беломорская часть Карелии и вся территория нынешней Мурманской области. Вот этот ареал может называться поморьем с исторической точки зрения. Одной из важных реформ периода правления Николая I, имевшей прямое отношение к северу, стала реформа государственной деревни 1837-1841 годов. Обычно историки называют ее по имени организатора реформой Киселева. Она предусматривала создание в губерниях округов, которые в свою очередь были бы разделены на волости и сельские общества. В Архангельской губернии, где основная часть населения в XIX веке составляли как раз государственные крестьяне, эта реформа должна была быть также осуществлена. Так вот, здесь было сформировано три округа. Холмогорский округ – в него вошли сразу три уезда – Архангельский, Холмогорский и Шенкурский. Второй округ получил название Пинежского – в него включили Мизенский и Пинежский уезды. Третий округ назывался Кемским. В него вошли, кроме Кемского уезда, также Онежский и Кольский уезды. Общинная организация государственных крестьян получила трехчленную структуру. На территории губернии было выделено 38 властей, 104 сельских общества и 1805 сел и деревень. Штат губернской палаты и окружных управлений комплектовался из чиновников, а волосные и сельские органы – из крестьянских выборных, то есть их выбирали сами крестьяне. Администрация вменялась в обязанность осуществлять попечительство над государственными крестьянами. Правда, это попечительство чаще всего сводилось к каким-то предписаниям, наставлениям и носило практически целиком и полностью формальный характер. Но в общем и целом, по итогам реформы, на севере сложилась следующая система управления государственными крестьянами. Наверху стояла губернская палата государственных имуществ. Следующий уровень представляли из себя три окружных управления, базировавшихся, как я уже вам сказал, в Холмогорах, в Пинниге и в Кеми. Третий уровень – это 38 волосных управлений, далее 104 сельских управления, и внизу нашей пирамиды оказывалось 1805 крестьянских общин. Такая структура управления государственными крестьянами будет характерна почти для всего периода XIX века. Царство Нениколая I отметилось и еще одной тенденцией. В этот период властями стала широко практиковаться ссылка, то есть принудительное удаление обвинявшихся в государственных преступлениях лиц в отдаленные местности империи. В разные годы в Архангельскую губернию были сосланы некоторые участники движения декабристов, сочувствовавшие им лица, члены других антиправительственных обществ и кружков. Массовый же характер ссылка «Наш край» приобрела в 1830-е годы, когда в Архангельскую губернию были высланы более 600 человек. Такого большого количества ссыльных Архангельский Север не знал ни в XVII, ни в XVIII веке. Все-таки в эпоху дворцовых переворотов высылка на Север носила адресный характер. Это были персональные санкции, применявшиеся против отдельных неугодных чиновников. А вот теперь более 600 человек одновременно было направлено для отбытия ссылки в Северный край. Репрессиям они подверглись в связи с польским восстанием 1830-1831 годов. Но при этом действия царской администрации по отношению к ссыльным были все-таки разными. Очень необычно сложилась судьба одного из основателей движения декабристов, героя Отечественной войны 1812 года Александра Николаевича Муравьева. Сначала он прошел через Сибирь, куда был сослан, правда, без лишения чинов и дворянства, а уже в 1838 году он был возвращен из Сибири обратно в Центральную Россию, а далее назначен на должность архангельского гражданского губернатора. То есть бывший декабрист, причем не рядовой член декабристского общества, а один из основоположников, из основателей движения декабристов, становится губернатором архангельской губернии. Однако на этой должности пребывать он будет очень недолго. Уже в 1839 году Муравьев был отстранен от должности губернатора и навсегда покинул Архангельск. Другой же известный декабрист Александр Семенович Горожанский пробудет на Архангельском севере в ссылке вплоть до самой своей смерти. Он был направлен в Соловецкий острог, это тюрьма при Соловецком монастыре в 1831 году, где и скончается, лишившись ума, после 15 лет заточения. Еще одну важную, я бы без сомнения сказал, героическую страницу в истории Архангельского севера была вписана во время Крымской войны. В 1850-х годах вновь возникла военная угроза Архангельскому северу. Однако на этот раз она не исходила ни от наших ближайших соседей. В 18 веке на севере военные действия велись против Швеции. А вот теперь военная угроза исходила от двух великих держав – Англии и Франции, чьи военно-морские силы направлены были в наш северный край в ходе Крымской войны, когда оба этих государства согласованно выступили против России. Север превратился в один из театров военных действий, восточной, так ее принято называть в западной историографии, или крымской, как ее принято называть в нашей историографии войны 1853-1856 годов. Вы знаете, что военные действия помимо Черного моря развивались в тот период времени и в море Азовском, и в море Балтийском, и на Тихом океане в районе Камчатки. Так вот, еще одним важным театром военных действий стал Архангельский север. Хотя нельзя, конечно, сказать, что север стал самым важным участком военных действий. Все-таки здесь не действовали сухопутные силы неприятеля, а действовал только военно-морской флот и высаживавшиеся с борта вражеских кораблей отряды морской пехоты. Так вот, власти предвидели, что север тоже может стать ареной боевых действий. Оборона края была возложена на архангельских военных губернаторов, по совместительству занимавших должность главного командира Архангельского порта. То есть они совмещали в себе и военную власть, и административную власть. Сначала должность военного губернатора занимал вице-адмирал Роман Платонович Бойль, а после его кончины оборону севера возглавил адмирал Степан Петрович Хрущев. Что любопытно, Степан Петрович начал свою военную карьеру еще будучи гардемарином во входе того самого Наваринского морского сражения, в котором прославился линейный корабль «Азов», построенный у нас в Архангельске. Вот теперь на его плечи легла забота об обороне северного края. По его приказу были усилены гарнизон Архангельска, приведена в военное состояние Новодвинская крепость. Несколько пушек и небольшая военная команда были направлены также на Соловецкие острова для того, чтобы усилить оборону Соловецкого монастыря. Самым угрожаемым и действительно самым угрожаемым направлением считалось, разумеется, Архангельское направление. Власти губернии опасались, что вражеская эскадра попробует прорваться в устье Северной Двины для того, чтобы уничтожить Архангельский военный порт, уничтожить Архангельское адмиралтейство и строящиеся и находящиеся на стапеле корабли, а затем сжечь и разорить сам город Архангельск, крупнейший населенный пункт на европейском севере России. Поэтому на островах Дельты Северной Двины жителям раздали ружья, установили и хорошо замаскировали орудийные батареи. Кроме того, по проекту Архангельских корабелов было построено 34 вот таких вот канонерских лодки. Лодки были мелкосидящими, что позволяло им в случае необходимости прятаться в устье Двины, в речных протоках, могли проходить по любым отмелям безвозбранно со стороны неприятеля. Каждая из таких канонерских лодок несла на носу и на корме два орудия крупного калибра, которые могли бы причинить серьезный ущерб вражеской эскадре. Что же представляла себя Северный край и его оборона к началу Крымской войны? Мы можем увидеть это в военно-статистическом обозрении Архангельской губернии, составленном главным штабом русской армии в 1853 году. Еще до начала военных действий главный штаб направил своих офицеров, топографов, для изучения возможных театров военных действий, изучения экономических ресурсов, мобилизационных ресурсов каждой губернии и европейской части России. И вот таков был отчет тех военных чиновников, которые посетили нашу Архангельскую губернию. Архангельская губерния может сделаться театром военных действий в таком только случае, в настоящее время, конечно, невозможным. Это пишут накануне Крымской войны. В настоящее время невозможным. Когда Россия будет принуждена ввести на Севере войну оборонительную, то есть в случае разрыва с какой-либо из сильных морских держав и появление эскадры последней на водах Северного океана и Белого моря. В случае высадки неприятеля в значительных силах предметом действия его, по всей видимости, будет город Архангельск. То есть предугадали наши штабисты место нанесения главного удара. Город Архангельск. Один только пункт во всей стране, занятие которого может доставить некоторые выгоды. Следовательно, главные военные действия в Архангельской губернии могут произойти только на море и иметь целью со стороны неприятеля овладение Архангельском и, может быть, некоторыми другими приморскими пунктами, менее важными. Для расположения войск в мирное время Архангельская губерния не представляет выгод. Нет, отдаленность от столиц и от центральной части государства. Дорогие цены на хлеб и на фураж, постоянно здесь существующие, суровость климата, малое количество дорог – все это не позволяет держать войск в этой губернии, и в настоящее время там находятся только два гарнизонных батальона в Архангельске и инвалидные команды в уездных городах, не считая, кроме того, различных команд морского ведомства, находящихся в Архангельском порте, и экипажа, приходящего туда каждую зиму из Петербурга, и уходящего из Архангельской весной на корабле, ежегодно строящемся на тамошней верфи. Значительных средств для снабжения войск, провианских и комиссариатских, Архангельская губерния достать не может. То есть штабисты честно описали, что Архангельская губерния практически не готова к обороне против крупной морской державы, какой как раз и являлась в середине XIX века Великобритания и союзная с ней Франция. И вот при таких неблагоприятных условиях, при малом количестве войск, которые отмечены в этом документе, при недостатке фуража, при недостатке хлеба, необходимо было подготовить к обороне огромную территорию, простирающуюся от Кольского полуострова на западе до Уральского хребта и Новой земли на востоке. Итак, британское командование направило свою эскадру под командованием адмирала Эразмуса Оманея, и она появилась в Белом море в июне 1854 года. Неприятель, как мы видим на карте, подошел к устью Северной Двины, но так и не рискнул двинуться дальше по направлению к Архангельску, потому что все его попытки проведения промерных работ и высадки десанта на остров Мудюк, находящийся в ходе в Северную Двину, встретили вооруженное сопротивление со стороны наших войск и местных жителей. Корабли противника после этого занялись морским разбоем, начали ходить вдоль побережья Онежского полуострова, захватывать поморские шхуны, разбомбили приморскую деревню Сюзьма и дальше взяли курс на Соловецкие острова. Враг отчаянно нуждался в том, чтобы захватить какой-то важный стратегический опорный пункт, используя который в качестве базы можно было бы дальше разбойничать в Белом море. И вот в качестве такого пункта, как им казалось, удачного, они представляли для себя именно Соловецкий монастырь. Первоклассную каменную крепость, воздвигнутую русскими зодчими еще в конце XVI века. 6-7 июля 1854 года противник попытался захватить Соловецкий монастырь. Сначала англичане предъявили ультиматум с требованием капитуляции крепости и ее гарнизона. Когда же настоятель монастыря, архимандрит Александр, в прошлом полковой священник, ответил на это категорическим отказом, монастырь был подвергнут бомбардировке со стороны двух пароходов-фрегатов Бриск и Миранда. Какими силами располагали защитники крепости? В крепости в этот период времени находилась инвалидная команда, то есть пожилые воины, которые уже отслужили свой срок на действительной военной службе и были направлены вот в этот удаленный гарнизон для того, чтобы дослужить свой 25-летний срок службы до конца, а также арестантов, которые согласились взять в руки оружие для того, чтобы защитить монастырь. У защитников было некоторое количество артиллерийских орудий, но большинство из этих орудий были сделаны еще в предыдущем, в 18-м столетии. И неизвестно было, как они поведут себя во время реального боя против англо-французской эскадры. Но, тем не менее, гарнизон крепости монахи проявили мужество и самообладание, выдержку и стойкость. Береговая батарея Соловков. А дело в том, что выяснилось, что дальность стрельбы из орудий, расположенных на крепостной стене и в крепостных башнях Соловецкого монастыря, оказалась недостаточной для того, чтобы достичь англо-французской эскадры. Поэтому часть пушек была перенесена на береговую батарею. Так вот, они дали отпор врагу, и несколько ядер даже попали во вражеские суда, вынудив их отступить. До наших дней сохранилось два уникальных визуальных источника. Слева это литография немецкого гравера Мюнстера, опубликованная в 1885 году, а справа это литография Яковлева, выполненная в России в 1868 году по мотивам народного раскрашенного лупка. Какое событие изображено на обоих этих художественных изображениях? Конечно же, это оборона Соловецкого монастыря в 1854 году. Но если мы будем внимательно наблюдать и сравнивать между собой обе картины, то мы обнаружим массу любопытных деталей. Можно усомниться в точности и достоверности отдельных эпизодов боя, того, как они изображены обоими художниками. Давайте сравнивать между собой. Ну, первое, на что мы обратим с вами внимание, это, конечно же, сам Соловецкий монастырь. Вот таким он представлен на литографии Мюнстера. А вот так Соловецкий монастырь выглядит на русском лупке Яковлева. При детальном сравнении мы обнаруживаем, что гораздо ближе к оригиналу правдивее изобразил Соловецкий монастырь все-таки немецкий художник, художник-профессионал. Видимо, автор русского лупка ни разу в жизни не был на Соловецких островах, не ходил в паломничествах, а он только слышал об обороне Соловецкого монастыря, поэтому нарисовал некий среднестатистический образ, возможно, опираясь на иконы. Потому что на севере существуют иконы, засеемые саватия Германа Соловецких с видом Соловецкого монастыря. Эти иконы были очень популярными, перерисовывались, воспроизводились неоднократно. Правда, черты реального сходства при этих перерисовках, они, конечно же, реального сходства с настоящим монастырем утрачивались. Второй объект нашего сравнения, как изображены сами корабли, совершавшие нападение. Если мы посмотрим на литографию Мюнстера, то мы видим перед собой настоящие фрегаты, трехмачтовые, на корме развивается британский военно-морской флаг. Мы видим, что это пароходы фрегаты, дымится паровая труба на каждом из двух судов. Вот Миранда, вот стоящий за ней Бриск. Оба ведут огонь из орудий правого борта. И давайте посмотрим, как на русском лубке изображены те же самые корабли. Да перед нами какие-то колесные пароходики, которые, скорее всего, уместны были бы где-то на реке Волге, нежели чем в открытом море. В северных морях на колесных пароходах плавать это просто опасно для жизни. Это еще раз подтверждает нашу догадку, что автор русской литографии, скорее всего, никогда не плавал на паровых судах, окромя речных пароходиков, и не имел никакого представления о том, как выглядят боевые корабли парового флота. Поэтому в этом отношении, опять же, литография Мюнстера ближе к реальной действительности. Но вот в чем мы видим самое разительное отличие двух литографий между собой? На литографии немецкого художника мы видим, что англичане стоят, поставили свои корабли на бочку, они стоят неподвижно, в непосредственной близости от монастыря, ведут огонь, в буквальном смысле слова, в упор. И мы видим, что действия противника, имеют в виду противника англичан, то есть действия защитников Соловецкого монастыря, они абсолютно пассивны. Крепость не отвечает ни огнем, ни из одного из орудий, на выстрелы, сделанные британской эскадрой. И давайте сравним все это с русской версией. И мы видим с вами ту самую береговую батарею, мы видим русских солдат в русской военной форме николаевских времен, которые ведут ответный огонь по вражеской эскадре. И именно так и происходили события на самом деле. То есть вот в этой третьей детали русский художник, настоящий патриот своей родины, он ближе к истине. Он рассказывает о том, что защитники крепости не пассивно отсиживались за монастырскими стенами, а вели ответный огонь по неприятелю и даже с риском для жизни. Потому что при реальной артиллерийской дуэли после нескольких же залпов орудие разорвало, после чего вести дальнейший огонь по врагу оказалось уже невозможным. Потерпев неудачу с захватом Соловецкого монастыря, корабли противника, потратив огромное количество боеприпасов, отошли. Они ушли в Онежский залив и занялись там привычным для себя морским разбоем. Они нападали на мирные суда поморов, высаживали десанты, разоряли поморские селения. 11 июля 1854 года произошел бой между английскими матросами и жителями поморского селения Пушлакта. Крестьяне, обычные крестьяне, схватившие оружие, под командованием губернского секретаря Волкова и унтер-офицера Басова оказали решительное сопротивление вражескому десанту. Англичане с боем были отброшены и вынуждены вернуться обратно на корабли. В отместку за это оккупанты разграбили и дотла сожгли Пушлакту. После этого сражения английская эскадра держит курс дальше и высаживает свой десант на Крестовом острове, у Крестового монастыря на Киевострове у устья реки Онеги. Оттуда эскадра направляется дальше к Пушлакте. После этого англичане уходят из Белого моря и двигаются дальше по направлению к Кольскому заливу, попутно высаживая свои десанты вдоль всего Терского берега Кольского полуострова в Паное, Чапаме, Стрельне, Кузамине доходят до Кандалакши высаживают там десант разоряют поморские селения в Ковде и Керите также высаживая здесь свои десанты и далее движутся уже к выходу из Белого моря и уходят в Кольский залив. В августе парохода фрегат Миранда появился у города Кола. Это самый дальний опорный пункт русских в Заполярье. Не решившись на этот раз на высадку десанта, опыт все-таки лямцы их многому научил, они варваски сожгли деревянный город, обстреляв его калеными ядрами. После Кольского острога, который вы видите на этой иллюстрации, бомбардировки был подвергнут весь город. Было уничтожено, стерто с лица земли большая часть домов. Из 112 домов сожжено было 96. После окончания этого боя придется упразднить город Колу и придется упразднить Кольский уезд, потому что управлять этим уездом стало просто некому и неоткуда. И после этого английская эскадра уходит обратно в Англию. На следующий год наиприятельская эскадра вновь очутилась в Северных Вудах. К этому времени военные власти Архангельской губернии, учтя опыт прошлой кампании, предприняли дополнительные меры по укреплению обороны края. Особое внимание при этом стали уделять противопожарной безопасности, потому что печальный опыт Колы, где весь город сгорел дотла, многому научил. Во вторую навигацию противник не осмелился больше повторить осаду Соловецкого монастыря. Тем не менее, они высадились на островах для того, чтобы захватить монастырское стадо коров, пополнить свои запасы продовольствия, и дальше пошли привычным маршрутом сжечь и грабить поморские села, расположенные вдоль побережья Белого моря. Решающее сражение произошло 27-28 июня 1855 года, когда 34 крестьянина селения Лямца, Онежского уезда огнем из ружей и небольшой пушечки отбили все попытки англичан приблизиться к берегу и высадить здесь свой десант. В сражении отличились отставной солдат Нурмухамед Исырбаев, крестьянин Василий Совершаев, дьячок местной церкви Василий Изюмов, священник приходского храма Петр Лысков, а также архангелогородский мещанин Александр Лысков. Патриотический подвиг лямецких жителей, которые без поддержки армии в одиночке с местными силами отразили нападение английского десанта, был увековечен после окончания войны, когда местные жители водрузили памятный крест на пирамиде из 34 ядер, собранных в лямце после обстрела, совершенного английской эскадрой. От лямцы англичане идут опять по направлению Конегия, оттуда движутся вдоль побережья Белого моря, совершая нападения по уже привычному для себя маршруту в Кандалакшском Голиве, в горле Белого моря, подвергая нападению и сожжению такие населенные пункты, как Кандалакша, Умба, Кузымень, Нижняя Золотица, другие селения. И в сентябре 1855 года, разграбив на прощание практически все крупные населенные пункты, поморские становища, по берегам Белого моря и Баренцева морей, английская эскадра наконец-то ушла из Северных вод и больше здесь уже до самого конца войны она не появлялась. Северянам удалось отстоять свой край. При этом ни армия, ни флот России, никаких безвозвратных потерь на Севере в перестрелках с неприятелем не понесли. То есть ни один солдат, ни один корабль не погиб и не был захвачен в плен неприятелем. В то же время ущерб, причиненный Северу этой войной, оказался очень велик. Блокада портов, нарушение торговых связей, временное прекращение промысловой деятельности, потому что англичане всегда приходили в самый разгар промыслового сезона, когда местные жители должны были выйти на промысел морского зверя или на рыбный промысел. Это причинило огромный ущерб хозяйству нашего края. Свидетелем этого урона стал известный русский писатель и этнограф Сергей Максимов, который побывал на Севере в 1856 году. Вот что он пишет в своей книге «Год на север» о воздействии английской блокады на город Мизень. Говоронья старушка-хозяйка, явившаяся в дырявом крошенином сарафане и доставшая мне самовар у соседей, говорит, что промысел теперь промыслом быть не время, еще Деникола не пришел. Задвенная сторона наша, задвенная желанный, к морю сели близко, хлебушка не родится, что в море упромыслим, то и наши. Времена-то, вишь, но не приступили какие, эдаких, кажись, никогда не бывало. Отчего же так, бабушка, да вишь, огличкой в летошный год приходил, баловал шибко, много он у нас напустил на пасти всяких, а ведь он и к Мизене вашей не подходил. Не подходить-то не подходил, это слово твое верно. В губе, вишь, он стоял, река, знать, его наша не подпустила. Мелководна ведь она у нас, приди-то ему, знать, не по силу было. Не пускал он, родимый, и в море-то не пускал. Промысла-то и затянулись. Два года на промысла-то наши затянулись. Стоял он, роженый в острый, а прибыли нам от того никакой нету. Ну и схудали, измаялись временем тем. Чем же жили-то, бабушка, все это время? Питались чем? Да семушку в реке ловили, на вагу опять. Тем и питались. Рыбинка-то Англичкова тоже не слушалась. Ее-то ему пропустить нельзя было. То есть мы видим, что английский флот блокировал все выходы из русских портов. Не давал выйти на промысел рыбакам. Не давал подвезти хлеб, без которого невозможно представить себе повседневный стол северного русского крестьянина. Подвезти хлеб к мизине оказалось невозможно. Говоря словами местной жительницы, только рыба, которая заходила на нерест в реку Мизень, и навага, которая тоже приходила радость в год на нерест, и давали возможность пропитания для местных жителей. Итак, сегодня мы пытались выяснить с вами, какую роль играл Архангельский север в первой половине 19 века в истории России. В 1810-1812 годах Архангельск казался единственным русским портом, через который велась нелегальная торговля с Англией, а в Отечественную войну 1812 года северяне собирали пожертвования для нашей армии. Архангельское адмиралтейство было одним из трех крупнейших центров кораблестроения России. За полвека, с 1801 по 1855 год, здесь было построено 48 линейных кораблей, 49 фрегатов и множество мелких судов. Экспедиции 1820-1830 годов под руководством Литки, Рейнаке, Пахтусова, Цивольки вели исследование новой земли Белого, Баренцева и Карского морей. В результате реформы государственной деревни была создана система крестьянского самоуправления. Архангельский север в годы правления Николая I стал местом политической ссылки декабристов, участников антиправительственных кружков и польского восстания. Ну и, наконец, северяне мужественно противостояли врагу в годы Крымской войны 1853-1856 годов, смогли отразить нападение англо-французских эскадр и попытки высадки десанта на побережье. Блокада портов, нарушение торговых связей, временное прекращение промысловной деятельности нанесли серьезный урон хозяйству русского севера. Спасибо большое, что были вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин